друзья всем привет всем доброе утро но скорее всего вы смотрите меня не в 5 утра в отличие от меня почему так рано потому что мы едем в нижний новгород почему нижний новгород потому что вы должны сделать ремонт и должны сделать диагностику диагностики посудомоечной машины мили medical то есть посудомойка промышленная посудомойка для мойки насколько я знаю пробирок медицинских пробирок моет она там со специальными растворами потом подключаются еще омывается на все в конце дистиллированной водой и в этих пробирках делают химонарезы так выехали мы в 5 утра вернее не выхали мута только что вот 5 утра и наш маршрут вот такой время в пути у нас 6 половиной часов на 7 часов я думаю будет с остановками и заправками около 7 часов так что для меня через 7 часов для вас мгновения комментировать пока ничего не буду давайте приедем посмотрим что там просто посмотрим что там что вам нужно сделать предысторию расскажу тоже в самом конце видео если вкратце что нам нужно сделать там я так понял на каждом этаже несколько посудомоек одна посудомойка при включении или при работе выбивает автомат нужно продиагностировать чтобы вы понимали тены она треххватка там 3d на и один тен стоит в районе 50-60 тысяч рублей сейчас уже не помню может быть дороже естественно под заказ делить по месяц и либо два я изначально сумму скину вот таких вот тенов они согласились но сейчас у меня нет тенов собой за свой счет и это не буду покупать мы едем на диагностику после диагностики нужно будет поставить старую посудомойку ее выключить установить и сделать полную диагностику и ждать детали скорее всего скорее всего не факт поедем еще раз туда второй раз но это будет уже другая видео другое видео и другая история все увидимся в нижнем новгороде периодически наверно буду включаться конечный путь нижний новгород знаете едем уже два часа что хочу сказать местами дорога прям ужасно какие-то кочки но это в основном лежащие населенные пункты вот так принципе нормально но единственно что она двухполосная ночь снег иногда бывает какие-то ямы это очень неприятно а так дорога достаточно оживлён вот сейчас я стал записывать и как как будто машины исчезли куда-то но так принципе дорога неплохая понятное дело не не платка бесплатка но по платке меня даже не повело я даже не знаю если много есть платки или нет я бы по платке поеду и достаточно много машин прям реально много даже обгонять приходится вот если вдаль посмотреть переди меня 5 машин слева 7 машин не знаю на видео наверно не будет достаточно активно это только за 7 утра уже 7 утра 5 выехали пока что полет нормальный слева которой я еду бесплатная дорога справа насколько видно освещенная сгороженная чистая дорога если хотите комфорт только на платную дорогу но она меня не выводит на эту плату дорогу поэтому да поэтому вот едем за фурами вам не видно но впереди колонны из 10 бомб фур 33 регион наверно подъезжаю мне 244 километра еще четыре часа в пути к сожалению вот так сейчас едем 50 километров в час надеюсь в 12 успею есть да вижу 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 раз-два слив ну все хорошо а сюда мощи сюда что не засыпают вот сюда скорее всего вот сюда и потом вот сюда соль ну соль это понятно так сейчас они что со второго этажа носят сюда да а сколько лет 10 восьмого да ну да больше должен быть смотрел мастер работа часов у них и вот большая сколько действующих так и сейчас она и так давайте сюда да какое-то время работы и автомат выбивает да так 1 стенд 2 тен скорее всего какой-то из тенов давайте смотреть да 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 тяжелый вопрос джек Так. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, этот живой. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Так, ну а ТН у вас живые. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Соль Вот еще она шестеренка подачи мощных средств Пускач Раз, два, три ТНа В принципе все сухо, все хорошо Да, вот эта попа текла, скорее всего вот здесь вот Ее поменяли, она тут все нормально Здесь тоже нормально Еще один пресс Два пресса получается, да? Один пресс, это за что отвечает? Блин, не вижу Короче, за что-то отвечает Вот еще один пресс За подачу, видимо, давления наверх, да? Ну там от лица идет А, за давление Что-то, скорее всего, за количество моющих средств За давление, ну, наверное Так У нас все родное Или вот нет Вот эти хомуты не родные Скорее всего тут чистка какая-то была Так Хочу вытащить Все из-за нержавейки Все из-за нержавейки Поступает вода Тепература уже 76 У нас здесь показывает 86 градусов Я ее не поймаю С первой силовой У меня показывает 77 Это сверху У нас здесь показывает 70 А, у нас 85 2 3 Это наша температура Вон 85 Не смешает Пока что не убивает Пока что не убивает Тестерированная вода Все сливает Нормальная температура Нормальная температура 85 градусов Не смешайся Нормальная температура Короче, после этого еще надо будет запускать Посмотреть Ну, когда она закончится Я отсоединю тены Посмотрим, сколько у нас утечка Показывает на вот этом тене Нормальная температура В принципе, можно и сейчас подснимать Но нам лучше надо Нормальная температура Сколько там забрала? Температура падает Температура падает Сейчас она должна будет заливать Нистиллированную воду На потёках Низу Ничего Ничего Так В общем, у нас Сейчас кипяток Она горячая Я даже включу И Вот у нас Утечка была 86 мега Ом То есть, вот этот тен, который мне изначально не понравился Она горячего Показывает Вот Уже 90 Вот сейчас охлаждается Повышается 92 93 Будет холодный Будет снова 5 гига Ом Вот она Охлаждается 94 мега Ом Ну, на повышение идёт Если снова разогреется До 90 Просто Дойдёт до 70 мега Ом И снова Выбит Вот она охлаждается Вот Реальная цифра Всё Поэтому Соответственно Этот Вот этот у нас Температура Сейчас у нас 72 74 градуса Ну Час 75 Да Там было на самом деле 80 Не точно Ну да До 90 Будет находиться Да Короче Это 95 Ну Было вообще 80 Поэтому Всё Сворачиваемся Так Ну что Мы закончили Я надеюсь Ремонт Ремонта По факту Не было Но Видео Наверное Было интересным Тем Что Вряд ли Ну и часто Просто делали Или делали Посудомойки Для пробирок В принципе Ничего сложного Как вы уже поняли Всё довольно понятно Да Рассказываю вообще Предысторию Звонит мне человек Говорит Вы ремонтируете Посудомойки Я говорю Ну да Как бы да У нас Для медицинского оборудования Для пробирок Я говорю Чего Для пробирок На заводе Я думаю Блин какой ещё завод Какие пробирки Что вы понимали Я ни разу в жизни их не видел Не то что ремонтировать Не видел Я не знал что такое существует Я говорю Ну ладно Я даже не гуглил Думаю Ну а чё там Он мне фотку присылал Я смотрю Рабочая камера И вот Вот три тена Хорошо Всё окей Вопрос у него Выбивает автомат Что может быть Я говорю Да скорее всего С тенами проблема Вы можете приехать Продиагностировать Я говорю Куда В Нижний Новгород Он говорит Да Я вообще то не выезжаю В Нижний Новгород Вы чего Я в Москве живу Ну нам говорит Очень надо Давайте так я говорю Сейчас посмотрю сколько стоят вообще тены Скажу вам примерно цены Чтобы вы понимали вообще Будете ремонтировать или нет Посмотрел я Сколько стоят тены Правду говорю Стоят порядка 60 тысяч рублей Ну порядка вот так Я уже не помню Ждать там около месяца Либо двух Скинул ему цены Он говорит Да хорошо Приезжайте Я такой Ну ясно Я говорю Слушайте вам приехать Это целый день не тратят У меня тут в Москве работы хватает Может быть вы вызовете инженера Пусть он хотя бы На созвоне будет Посмотрит Что мне надо Мне главное тены Проверьте и все Я вам сразу с теном приеду Дело в том Что я вам звонил 15 компаний И на авито И все Все отказываются делать Я говорю Да что там делать-то Просто тены проверят Я не говорю что делать Нет все отказываются Я звоню Я говорю Я говорю Ладно давайте так Через 2 часа Эту неделю занят Через неделю звоните Если не найдете То я приеду Ну и что Звонят снова Говорят Да надо приезжать Я говорю Ну понятно Я говорю давайте так Посчитаем бензин Время Посчитаем то что я вообще не хочу это ремонтировать Вот и все И соответственно Высылаем Говорю Вот сколько будет стоить Они говорят Хорошо Я немножко Ну ладно Хорошо так хорошо Думаю и контент будет для вас И мне как бы Есть мотивация поехать И контент будет для вас Хотя Что тут С контентом Вот Приехал Как вы видите Очень хорошо что у меня есть Мегометром Без мегометра наверное Было бы немножко сложнее Но хотя Ничего сложного Проблема лишь в том что Мультиметр не видит утечки А нужно было ее нагреть До 85 градусов И как вы видите У нас утечка составила Около 70 мегаом Обычный мультиметр Как раз бы я это увидел Но В чем прикол что Там три тена Два сбоку Один там сказать снизу Надо было бы ее переворачивать Это уже Сложно А тут я Мегометром понял Что То есть Мне два тена Ноль показывали Вернее бесконечность Один тен показывал 6-7 мегаом Ну и на горячую Показывал Ой 6-7 гигаом А на горячую Показывал 7-75 мегаом Вот наша проблема Заодно Заодно ее протестировали Посмотрел Что там еще Ну и все Сейчас буду высылать счет И Пусть решают Вроде такая посудомойка Сейчас около миллиона стоит Около Я сейчас не знаю Я думаю Ремонт все-таки Будет дешевле Может быть В районе 100 тысяч обойдется Где-то так Ну Что Если вам интересно Конечно же вам интересно Это тема всегда для обсуждения То Сумма Выезда И диагностики Вот такая Оплачена она была за неделю И вот сейчас вторник Я поехал Добавить нечего Я в Нижнем Новгороде А кстати Это завод Хайникин Хайникин И там же Миллер делали Сейчас он говорит Они ушли Сейчас там какие-то Какой-то ноу-нэм Но внутри это Пиво Хайникин Классическая Пообщались так Он сказал сейчас Классику не так сильно любят Больше со вкусом Со всякими Ну в принципе Это так и есть Особенно женщины Со всякими вкусами Грейпфрутами И там лишними Насколько я знаю Вот Зашел там в лаборатории Стояла еще охота крепкая Я говорю Это тоже ваша жунгари Да это наши Оказывается В Нижнем Новгороде На заводе Хайникин Это сделают Охоту крепкую Я даже не знал Что касается Самого завода Очень классный завод Очень большой Все там из нержавейки Особенно Мед этой То есть я Предварительно Поменял обувь Мне сказали обувь менять надо Надел жилетку Мы шли Ходили строго По линиям Которым нам сказали ходить Ну вот Меня сопровождал И везде Нужно прикладывать Бэджик Заходишь Эти пробирки Везде чистота Везде Они постоянно делают Какие-то лабораторные Эксперименты Не эксперименты А эти Ну химанализы Лабораторные анализы И это не может не радовать Везде чистота Я походил еще по заводу Это я не снимал Ну я думаю не так это интересно Там Достаточно мощное оборудование Я никогда не был на заводах вживую Но когда ходишь Все так Знаете на уровне Прям на уровне Даже Я не думал что у нас такие заводы есть Как обычно В детстве просто травили Сейчас все пиво из порошка И так далее Нет Это действительно заводит И все там дезинфицируется И все там проверяется И солод И все-все-все Ну Это действительно завод То есть это не просто Фабрика какая-то И я был приятно удивлен Честно говоря И Удивлен даже Не просто что там все из нержавейки Все там Типа мощное А удивлен что там Ну вот так там Машину естественно досматривают Твою Мою досматривали Обувь меняешь Бейджики надеваешь Халаты Там проходишь Ну все цивильно Все так сказать Как у людей Ну все Ну современно Вот так вот Мнение Так что Неплохой опыт Просто неплохой опыт Все друзья Пишите что вы думаете об этом Интересно Надеюсь я еще раз сюда приеду Будем менять этот этап Не знаю Надо или нет В принципе все устроится Посудомойки Медикал Вошь я вам показал Я думаю было интересно Все Всем спасибо за внимание Домой мы приедем В 8 часов вечера В 5 утра выехал В 4 В 8 часов приехал До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok